всем привет вы на стиле и с вами как всегда дарья носик друзья я хочу вам сегодня представить потрясающего звездного гостя игорь гуляев дизайнер телеведущий обладатель многочисленных фэшн премии у меня в гостях игорь здравствуйте я очень рада вас видеть в красноярске я вчера была у вас на показе и могу сказать что это было очень волшебно очень феерично я могу только аплодировать спасибо вам огромное за ваше творчество и насколько я понимаю вы привезли эту коллекцию в рамках проекта поколения м расскажите нам пожалуйста об этом проекте подробнее здравствуйте спасибо большое за теплые слова мне безумно приятно находиться в вашем городе и безумно приятно это слышит от красивой девушки спасибо я благодарен проекту поколения м благодарен нтс за эту историю потому что это уже не первый год мы в прошлом году привозили мои коллег мою коллекцию в новосибирск екатеринбург санкт-петербург и в этом году мою новую коллекцию to be continue продолжение следует которую видели вчера мы привезли именно ваш город я здесь впервые мне безумно приятно я давно мечтал приехать сюда и центр россии история совершилась проект поколения м это хороший толчок хорошая история для того чтобы показать на в данном случае на моем примере что можно быть родиться в маленьком городе и поставив перед собой цель в простой семье и приехать в большой город и не важно не важно где ты родился вообще приехать и встать на ноги и построить серьезную империю одевать известных людей страны артистов селебритис мне бы очень хотелось чтобы в проекте поколение м мы нашли именно вашем регионе тех самородков тех талантливых ребят и девчонок у которых есть что сказать которые мечтают о карьере дизайнеров которые мечтают о карьере кутюрье известных и талантливых руководителей модных домов проекту поколения м четыре года номинации фэшн эскизов два года да правильно почему вы решили поддержать этот проект вы знаете я помню прекрасно когда мне его предложили и предложил предложил мне получать в нем вячеслав михайлович зайцев я безумно уважаю этого человека и я сказал однозначно я скажу да и во первых я не имею права как как человек который сам сам из маленького провинциального городка повторюсь я сам родился в простой семье мне никто не вкладывал деньги меня никто я полностью сделанный и делающий себя сам настоящий наверное поэтому у меня многое получается если ты хочешь заниматься любимым делом если ты хочешь идти к своей цели если ты хочешь чтобы у тебя все получалось то ставь перед собой цель иди к ней и когда мне предложили я сказал я хочу просто на своем примере потому что мне есть что сказать и есть что сказать на своем опыте я работаю я в этой индустрии уже более 25 лет моему модному дому 10 лет до этого я проработал на разные модные компании я работал за рубежом я работал на модные дома я делал коллекции для французского дома гелярош я работал на серьезные меховые бренды и у меня колоссальный опыт в коллаборациях мне есть что сказать сегодня любому мальчишки любой девчонки любому мастеру конструктору портному потому что я профессионал и опять повторюсь уверенно стоящие на ногах потому что я прошел огромную огромную школу чтобы попасть в этот проект что нужно сделать любить чем ты занимаешься насколько я знаю репетишки могут принимать участие с 11 лет с 11 до 18 лет потом когда они проходят какой-то отборочный тур то есть они загружают свои эскизы на сайт правильно и вы их потом отсматривайте они проходят какой-то отборочный тур и выходят некие победители да если ориентироваться на прошлый год на прошлый сезон как проходила ваша работа с финалистом мы отбираем мы отбираем выбираем выбираем лучших лучше лучше приглашаем на это не только я у нас есть еще юля далакян дизайнеры мы отбираем приглашаем на базу своего модного дома на базе модного дома они у нас стажируются делают коллекции и в итоге осенью на неделе моды mercedes-benz fashion week они представляют свою коллекцию в рамках участников показа уже 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 по взрослому казалось бы вообще это нереально нереально понятное дело что у них мы их объединяем это не так как у меня я закрываю неделю моды страны они просто в течение творческого дня три четыре пять дизайнер то есть у этого мальчишки лет и девчонки через пять месяцев может случиться просто переворот в жизни даже вот 11 лет могут участвовать вот в таком огромном показе вот да с ума сойти в зале сидят звезды а мне кажется это артист это просто нереальное что-то и кто бы мог подумать вообще не я сидел я очень хорошо помню когда мы сидели с славой зайцевой но я говорю мишлав михалыч перепредставляешь если бы я сидя в зале даже не в зале просто вот свои 11-15 лет приехал в москву я в 14 лет начал шить одежду 14 лет шил свои я не знаю там 5 рубашек и 5 брюк и привез их в москву и в москве в зале сидел слава зайцев которого я видел по телевизору да я упал в оборот который можно дотронуться рукой я тут я потерял бы сознание просто увидев зайцева он мне сидит аплодирует подходит и говорит браво это конечно уникальная возможность это уникальные вещи которые вы делаете потрясающе а что вы могли бы посоветовать молодым дизайнерам которые хотят и стремятся создавать что-то своими руками хотят достичь какой-то известности никогда никого не копировать никогда не смотрю никогда это самое главное это в жизни вообще даже на не дизайнером вообще людям никогда никого не копировать никогда не не быть оля вот эта большая проблема но это не только в нашей стране вообще это в странах которые занимаются плагиатом но в принципе я благодарен китаю потому что именно из-за того что я приехал в китай и увидел в магазине полностью полностью зал своих творений с именем итальянского дизайнера и меня это задело я сказал это неправда это итальянец я он не итальянец а русский и я перевернула и я сказал все и начинаю карьеру дизайнера именно с этой историей начался ваш создание вашего бренда да да это было 25 июня я очень хорошо помню даже помните дату да я помню как я стоял на крыльце магазина и как я сказал своим партнером ребята забудьте сегодняшнего дня 25 июня я не просто игорь гуляев забудьте меня как бизнесмена как только как друга можете помнить сегодняшнего дня я бренд игорь гуляет с чего начался ваш путь мы уже знаем что вы с первой рубашке в 14 14 лет вы шили свою первую рубашку да и продал ее через два часа по образованию вы музыкант а вы получили какое-то образование именно связанная с дизайнер нет я полностью все все что все что связано с дизайном я прошел непонятным путем всегда работа на понятное дело что я работал я работал сказать что я его не получил я просто не не закончил профильный вуз и я работал за рубежом я работал на на многие компании я работал именно от ученика до то есть образование не так важно главное чтобы было желание и хотение и горячие глаза горячие глаза и я скажу одно простят меня многие преподаватели я сегодня даже говорю иногда что я рад что я меня не поставили в рамки и не ограничили мои возможности потому что если бы мне сказали что нужно делать только так как было в советском союзе и делать шаблонно то я бы наверное себя или сломал или остался вот не тем кем я являюсь сегодня как создается шедевры кто ваша муза кто ваша героиня моя муза это ну наверное я уже те люди кто за 3 лет за моим творчеством всегда говорил и буду говорить я благодарен судьбе за своих родителей и первую очередь за свою маму потому что у меня мама потрясающая женщина которая выросла для вырастила нас двоих сыновей она является большим примером ей скоро уже 80 лет она у меня красивая эффектная всегда ухоженная и я обожаю смотреть и любоваться дай бог ей здоровья и смотреть на таких женщин у которых всегда исходится от которых всегда исходит свет от которой никогда в жизни не выйдет на улицу не причесав себя не привели до не припудрив нос не накрасив губы потому что эта женщина я не имею права потому что я всегда должна быть красивой я люблю красивых потрясающе достойно аплодисментов да вы такая же спасибо большое игорь скажите а многие стилисты и дизайнеры говорят о том что мода это конфликт и что сейчас моде сочетать несочетаемо это и фактуры это и направление и стиле такой стиль вы пропагандируете я пропагандирую аристократизм и изысканность я питерский дизайнер меня именно петербург воспитал дизайнером я люблю благородство я люблю дореволюционную россию мне нравится правильный крой мне нравится несмотря на то что я сам по себе рок-н-ролльщик я люблю и японских дизайнеров и бельгийских это именно сам по себе то что я бы носил в женской одежде мне нравится 60 и мне нравится сороковые мне нравится америка двадцатых мне нравится 30 арт-деко мне нравится женщина в легком шелковом платье кружев но с кружевом оля комбинация с накинутым каким-то меховым такой вот край красивой леди но в то же время я прекрасно понимаю что сегодня в тренде смешение фактур и жизнь спортивный шик удобства многослойность оверсайз в предпочтении для жизни конечно же и удобства это более важно поэтому мы придерживаемся того что что сегодня актуально и стараемся делать стараемся делать использовать те краски те тона которые в тренде но лично если говорить о моей душе и тому что мне нравится я конечно люблю пастельные спокойные краски я я за сдержанность но если мода кричит то я делаю ее кричащей почему нет надо быть в тренде но опять я всегда говорю всем тем женщинам которые которые хотят эпатировать если вы умеете это носить тогда тогда используете такого рода одежду а если вы не уверены если не уверены лучше лучше придерживайтесь классических образов и используйте детали аксессуары аксессуарами можно обыграть любой классический образ будь то бижутерия будь то шарфы платки какие-то мелкие детали благодаря которым вы просто можете видоизменить свой классический стиль и сделать его более игривым я благодарю вас за то что вы приехали к нам красноярск за то что вы были в программе на стиле я надеюсь что мы с вами еще увидимся вы приезжайте к нам почаще в красноярск потому что то мероприятие которое было вчера к сожалению нашем городе проходит не часто а мы очень рады таким гостям и вашему творчеству тоже спасибо огромное но мне очень приятно тоже спасибо спасибо